Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем бегать черепашки и диндзя легенды. Так, ну что, я вам обещал, ребята, показать остальных черепашек, как они только ко мне прибудут и ко мне прибыл Донателло. Так, я надеюсь вам будет видно, сейчас, подожди секундочку, сделаем вот так вот, смотри, вот он Донни, смешной конечно, такой еще злится, со своим посохом Бо, вот и друзья мои, Лео, Лео такой знаешь, злорадская такая у него улыбочка, вот, вот они юные два меча, вот они здесь находятся, но не хватает, не хватает, кого у нас, конечно же Рафаэля, ребята, Рафаэля где-то задерживается пока в пути, но надеюсь он скоро прибудет и в итоге вот пока три братика, то есть Майки, Донателло и Леонардо. Так, ну что, друзья мои, а мы с вами продолжаем играть, заходим, наверное, куда, давайте сразу в поединке, пойдем на турнирную арену, Лига Сегуна в две звездочки, ранг у меня 86 и поэтому, что поэтому, поэтому давай попробуем сейчас дойти до Лиги Мастеров, ну сколько, хотелось бы, конечно, две звездочки, но я почему-то сомневаюсь, берут меня сомнение, что мы возьмем с тобой две звезды, ладно, так, давай вот закинем туда бомбочку ему, ну и что это такое, так, ну-ка, Рафаэль, ты их завязывай давай, ой, друзья мои, что-то мне так захотелось пить, я еще воды не купил сегодня, блин, я купил молока, а воды вообще не взял, и вот теперь я буду страдать от жажды, но мне осталось недолго страдать, потому что скоро спать, ой, хорошо-ка, ой, одной заходочкой, как говорится, уже время сколько, ну, десятый час, ребят, сейчас уже на боковую пора, завтра на работу уже все, выходные кончились, очень быстро, они очень быстро заканчиваются, друзья, вроде бы, кажется, три дня выходных, но смотри, я пришел, да, первый свой выходной я просто-напросто проспал почти весь день, потом ночь просидел полночи, потом опять весь день проспал, и в итоге вот сейчас уже вечер, и завтра мне с утра на работу, и вообще, ребят, по этому графику, когда работаешь по 12 часов, например, у нас как идет рабочий график, с шести, ну, как, с восьми, с восьми, работа до восьми вечера, но так как мне нужно добраться до работы, то есть я встаю в полпятого, в полпятого утра я встаю, и начинаешь, пока поел, пока помылся, ну, я имею в виду умылся, вот, пока привел все в порядок, и все, выходишь на остановку, с остановки доезжаешь до работы, вот, там раскомандировка, и потом еще шпаришь 40 минут до своего местоназначения, где ты работаешь, то есть очень много, ребят, времени уходит, пока ты дойдешь, пока ты приедешь, пока это, вот в этом плане, в общей сложности где-то 2-2,5 часа мы теряем, вот, и столько же обратно, вот, теперь представь, сколько времени я провожу на работе, хоть мы работаем 12 часов, но по факту у нас получается намного больше, и нету вот этого, вот, как тебе сеть, чувство отдыха, вот, что ты отдохнул, да, что ты, вот, как бы, полон свеж сил, нет такого ощущения, ребят, постоянно идешь на работу с такой тяготью, как будто, ну, как будто и не отдыхал одним словом, и вот тебе представь целый год вот этих вот, это ладно еще летом, а зимой, когда полярная ночь, когда солнца нету почти 7 месяцев, ты его не видишь, постоянно тьма, постоянно сонное состояние такое, знаешь, какая-то апатия, я боюсь, что люди со слабой психикой, я не знаю, у них там, что в голове будет твориться, когда вот такая вот атмосфера гнетущая, ребят, поэтому тяжело, что я могу сказать тебе, очень тяжело, летом еще более-менее как-то, ну, опять же, летом, знаешь что, летом невозможно уснуть, потому что постоянно солнце, ребят, постоянно, он, я не знаю, тебе видно, нет, это вот сейчас у меня в данный момент 10 часов, ну, почти 10 часов вечера, да, сейчас пасмурная погода, почти дождь, смотри, в 10 часов вечера, солнца нету, но светло, понимаешь, и вот так вот все лето, а зимой, наоборот, постоянно темно, ну, я уже об этом говорил вам, так что, я просто к чему говорю, что, друзья, нет вот этого чувства отдохнувшего, и когда вы там пишите, блин, дрей, ну, куда там, ну, это, и наоборот, хорошо, когда люди пишут, которые понимают, что правильно надо отдохнуть, тем более у меня, считай, перерывов-то таких и не было, с тех пор, вот, как я начал записывать, я не пропадал больше, чем на месяц, по-моему, когда вот в отпуск уезжал, ну, многие там помнят, когда я в отпуск уезжал, там, на месяц, на два, тогда, да, меня не было на канале, а так я практически все время здесь с вами, может быть, там, три дня, четыре дня максимум, но мы всегда вместе, так что, вот так вот, и вот эти вот выходные, они пролетают с бешеной скоростью, причем на работе, вот, самое удивительное, что дома выходные пролетают быстро, а на работе рабочей смены вечностью, кажется, идут, понимаешь, просто вечность, они никогда не заканчиваются, ты сидишь, думаешь, ну, когда же закончится эта смена, ну, когда же закончится, а? Она, как назло, не заканчивается, она затягивается, и опять же, это ладно еще, ребята, когда ты работаешь с утра, днем, ну, и до вечера, а когда ты работаешь в ночь, а когда тебе хочется спать, а когда тебя рубят, а ты не имеешь права уснуть, потому что очень ответственно работаю, иначе пострадают там все, понимаешь, что это значит? Нет, поймут только те, кто работают, наверное, на тяжелых предприятиях по 12 часов, наверное, вот те поймут меня, что это такое? Да, но тем не менее, тем не менее, ребята, работаем, как говорится, не опускаем рук, и выбора у нас нету, выбора у нас нету, все мы должны зарабатывать себе на хлеб, и не только на хлеб, ребята, еще и хочется, как говорится, и одеваться, и какое-то развлечение, чтобы у тебя были деньги на развлекуху, чтобы ты мог себе что-то купить, как, например, те же самые игрушки или какие-то нужные тебе дела для работы или еще что-то, за все нужно платить. Так что, ребятушки, хочешь не хочешь, а вот так вот, то есть работа есть работа, а от нее, как бы тебе сказать, от нее не уйдешь, у меня вот такая вот мечта, ребят, значит, уйти на пенсию, вот серьезно говорю, ну мне до пенсии еще пора доработать и работать два года, вот, ну, есть желание такое вот уйти, то есть, когда уже подойдет срок, ну, пенсионный, просто уйти, а потом сижу и думаю, еще, и как, и как ты будешь жить на одну пенсию, ну, вот как, не получится, придется, ну, можно, конечно, найти себе какую-то подработку, но это же опять работать, все равно надо идти ходить, если бы вот на себя работать, ну, да, было бы неплохо, было бы неплохо, да бы мешает, понимаешь? То есть, как ни крути, все равно мы должны, должны, как говорится, другиться. Твою, наверное, вы не закроете на эту бутылку пособачьи, давай туда ее, потом выкину. Хотя эти бутылки, ребята, у нас лучше не выкидывать, лучше их отдать соседям, у которых есть огороды, они обычно набирают на них воду и потом поливают свои огородики, да-да, с таких вот трех-пятилитровых бутылок. У моего знакомого, например, куб стоит, пластиковый куб, вот, он как бы поливает с него, набирает, потом поливает, ну, ему надолго хватает. У кого нет такой возможности, тут бутылки, бутылки, канистры, вот, что-то в таком роде, потому что не каждый может себе позволить вылить колодец там или еще что-нибудь. А вот до водоемов, до озера или до речки, ну, честно говоря, далековато. Так, ну что, я возьму, наверное, супер-шреддера здесь и... Раз, два, три, четыре. Что-то я сижу, меня так раскумарило, я просто сейчас, ребята, поел, ну, хорошо так, и я чувствую, что меня уже начинает клонить потихоньку в сон, и это хорошо. Тут главное, знаешь, что сделать? Не прозевать момент, потому что можно этот момент перебороть, и тогда ты, как тебе объяснить, сон отступит, и ты начнешь бодрствовать, то есть у тебя прилив сил пойдет, и ты потом не уснешь. Я сам знаю, такой, ну, знаешь, как-то перевозбудиться или как-то назвать там, в общем, что-то в этом роде. Вот. Если хочешь спать, то лучше не терпи, ложись и спи. Это, кстати, самый лучший вариант, когда тебе хочется, а не когда ты сам ложишься и заставляешь себя спать, спать, спать. Вот это бесяло, вот это мне не нравится. Когда ты принуждаешь, и ты лежишь, как дурик, часами, смотришь в потолок, и сразу какие-то мысли в голову лезут. Вообще разные ребята, по всякому поводу. Там, надо то-то купить, надо то-то почитать, надо то-то поиграть, надо здесь что-то сделать. Ложишься с этими мыслями. А на следующий день, да, ну, нафиг ничего, это не надо. То есть не то, что ты говоришь так, а оно просто улетает тебе из головы. Поэтому, наверное, правильно такая поговорка, что утро вечера мудренее. Что то, что ты планируешь вечером, да, утром уже порой будет даже ничего не значить. Даже было, помню, мы с своей женой бывшей поругаемся, что-то там тыры-пыры разойдемся, да. Хоп, она поспала, например, хоп. На утро совсем, ребята, другой подход. И думаешь, блин, за какой-то ерунды поругались. А если бы ты бы вечером, под вечером начал бы выяснять отношения, поверь бы, ни к чему хорошему бы это не привело. Вы бы только разругались, еще хуже было бы. Так что лучше все оставьте на утро. Хотя есть такое умышление, говорят, что лучшие проблемы обговаривать сразу. Согласен. Но не тогда, когда ты весь на эмоциях, а когда ты спокоен. Тогда, да, можно их обговорить, эти проблемы. Выяснить суть этой проблемы и постараться этого не делать. Но, опять же, это должно быть на трезвую голову. Так, ребята, а мы с вами уже в мастере одна звезда. Ну, нам нужно добираться, ты сам знаешь, докуда. И вот здесь надо будет приложить усилия. И у нас откатов всего лишь 10. Но я думаю, что Армагон пока здесь будет один справляться. 70 уровня здесь нет. Так что... Хотя у нас бойцов-то не так уж и много и осталось. Вот. Так что попробуем. Ребята, заходил я в Дракон и Санеки Олуха. Вот буквально 10 минут назад. Или 15 минут назад. В общем, я не успел сегодня пройти события. Но я тебе скажу следующее. И я пытался заходить, зайти в игру. Вот 10 минут я зашел назад в игру. А где-то час назад я пытался... Я не мог зайти, меня не пускал туда. Меня не впускало в игру. Нет подключения к сети. Игра сбросилась. Игру обновить. И, короче, всякую чушь писала. Потом я что-то ушел. Куда-то я и полагаю в магазин, что ли, ушел. Или на кухню. Но не суть в этом. Суть в том, что прошло какое-то определенное количество времени. Я пришел... И зашел спокойно. Но... Событие-то уже кончилось. Мы еще вчера с тобой, помнишь, сидели? Сколько там оставалось? 12 часов, по-моему, да? До закрытия события. Ну вот. Я не успел. Там не 12 часов, там 22 часа осталось. Но я, одним словом, ребят, не успел все равно. Вот. Так что... Сегодня даже не стал снимать серию. Хотя можно было бы. Но что там делать? Собрать железо, дерево. Как ты знаешь, у нас... Драконы. Что опять за комок? У нас эти... Все, уже голова не изображает. Что у нас эти? У нас эти что, Рейн? Что эти? Договариваю. Я забыл, ребят. Ай, блин. Чувствую себя этим. Господи. Я уже забыл, о чем я говорил. Ой, блин. Все, ребята. Это уже старость называется. Это уже старость. Кто-то в комментариях написал, Рей, ты похож на князя. Это почему, ребята, не похож на князя? А еще меня удивляет. Как меня только не называли. И Рей, и Р, и кратко. И Р, и Рой, и Руй. Я бы еще сказал, как-то назвали. Да не буду. Кто не допишет букву, кто пропустит, то еще что-нибудь. Смешно, ребят. Просто смешно. Ну что, мы, кстати, в Лиге Мастеров. Может быть, получится у нас пробиться. Блин, блядь. Слушай, никто такой бьет, а? Что я там поел? Я поел картошки. Я поел курицы. Я поел салата. Я поел чесночные пасты с хлебом. Я попил молока. Наверное, от молока сушат. Скорее всего. Или от чеснока. Перед этим я еще съел два ерша. Два ерша я съел. Вяленых, ребята, вяленых. И два безалкогольных фруктовых пива. Выпил. Все. В принципе, больше чего. Грецких орехов я не ел. Этого я не ел. Блин, надо еще на завтра приготовить пайку. Ну, я меду на работу. И воды я не взял. Вот это, конечно, лопухнулся. Ладно, завтра перед работой ночники заберу. Куплю воды себе. На работу. Потому что на работе тоже, ребята, пить хочется. Порой. Это еще ладно, если у нас будет вот такая погода. А если солнцепек? Ух. Очень будет плохо. Всегда хорошо, когда такая свеженькая погодка. Можно сказать, дождливая. Даже приятно. Кстати, грибочек скоро пойдут уже. Скоро за грибами пойдем. За грибами, за морожкой. Красота. Так, у меня, ребята, два в плане. О-о-о. А у меня персонажа-то больше и не осталось. Вот так вот, ребята. Заговорили вы меня. То есть мы не попадем в лигу мастеров две звездочки, да, получается? Нас не хватит. У нас не хватит с тобой этого. Как он называется-то? Ну, не прытьте. Да, не хватит, ребят. Плохо. Что я тебе могу сказать по этому поводу? Хотя, подожди, у нас же есть ежедневные задания. Может быть, там что-нибудь выиграем? Ну, пять откатов-то мы точно получим. Так, ладно, давай, пойдем в серию испытаний пройдем. А мы пройдем в серию испытаний. Так, давай сюда. Слышь, у нас будет. Слышь, у нас будет бомбить. Потихоньку. Блин, что я такой сижу, прям залипаю. Прям не могу. Ой, вот и раздевался. Все. Уже спать действительно хочу, друзья. Ладно, а давай как-нибудь сейчас без них отыграем и... По боковым. Как говорится, по матрешкам. Действительно усталость какая-то. Дикая усталость. Давай удар хвостом. Так, маузеры добивайте этих аглоедов. Нечего здесь тусоваться. Вот и все. Вот, я даже не знаю, ребята, если я успею на растение против зомби-героев поиграть. Ну, наверное, не успею. Точнее, я успею, но я буду тупить, проигрывать. Сто процентов. Так, ну что, ищем нашего... Нашего кунычча. И прокачиваем, ребята. Так, ищем эти кристаллы. Так, маяк. Маяк трицератона, да? Или трицератон? Так, комментарий. Трицератонов. Угу. Дай-ка здесь попробую найти. Ни в какую. Всего два камня нашел. Так, ну что, поднять уровень персонажа. Пиццелица готов. Блин. Совсем чуть-чуть не хватает. Слушай, а что если ему, например, нет, я не хочу прокачивать его. О, давай вот здесь прокачаем. Ой, ребятушки, до седьмого... До седьмого уровня прокачали. Это круто Блин, теперь уровень нам не поднять Придется какого-то слабочка искать Рафаэль Помог нам в этом деле Так, ребята Испытания недоступны А что сегодня у нас? А, сегодня четверг Завтра только пятница Тогда еще есть время, друзья мои Еще есть время у нас Выбиться в топчик А на сегодня, с вашего позволения, я буду закругляться Потому что, ну, серьезно, хочу спать Всем удачи и до новых скорых видосиков